Всегда выходите из дома в красивом нижнем белье, моя душечка. Ведь если вас переедет автобус, вам будет хотя бы не так стыдно. Девчонки, всем большой привет! А мальчишек я прошу удалиться и пойти позаниматься какими-то своими мужскими делами. Потому что тема сегодняшняя будет только для девочек. Хотя стоп! Наверное, я даже знаю точно, есть такие мужчины, которые сами покупают своей любимой женщине нижнее белье. Но вот если такие имеются среди вас, то ладно, оставайтесь так и быть. В конце видео я вам покажу свое нижнее белье, которое я совсем недавно заказала на одном из сайтов в интернет-магазине. Я вам похвастаюсь, какое белье я себе купила. Это будет в конце видео. А в начале видео я просто хочу с вами немножечко поболтать на эту тему. На тему о нижнем белье. Вы знаете, нижнее белье, вообще-то, вернее, роль нижнего белья многие женщины, к сожалению, недооценивают. На самом деле нижнее белье играет огромную просто роль в жизни женщины. Ведь нижнее белье придает нам уверенность в себе, повышает самооценку, делает нас более привлекательны, соблазнительны и сексуальны. Выбирая себе нижнее белье, мы обязательно должны смотреть не только на фасон этого нижнего белья, но и, конечно, на его качество. Из какого материала оно сделано и насколько оно будет удобно в носке, насколько оно будет красиво смотреться на вашем теле. Также нужно, конечно, знать обязательно каждой женщине о своем недостатке тела и подбирать такое белье нижнее, которое будет эти недостатки скрывать или хотя бы немножечко скрадывать. Существует несколько правил выбора нижнего белья. Каждая женщина об этих правилах наверняка знает. Я вам хочу просто сегодня об этих правилах напомнить. Итак, самое важное, конечно, нижнее белье всегда выбирайте по размеру. Не надо покупать трусики на размер меньше, а то и на два размера меньше, чтобы будто бы выглядеть немножечко более худо, чем есть. Также бюстгальтер. Пожалуйста, выбирайте бюстгальтер по своему размеру. Не надо брать на размер больше или на размер меньше, у кого большая грудь и кто хочет ее утянуть. Это все тоже будет очень уродовать ваше тело. Нижнее белье должно точно соответствовать вашему размеру. Постарайтесь, чтобы бюстгальтер и трусики у вас всегда были одинакового цвета. Пожалуйста, не делайте так, чтобы у вас вверх одного цвета, а низ вы надели то, что попалось вам под руку. Девчонки, это полнейшая безвкусица. Пожалуйста, подбирайте себе комплекты правильно. Ну, может быть, не обязательно одинакового цвета, но хотя бы, чтобы бюстгальтер и трусики были из одинакового материала. Но хотя бы так. Обязательно должен быть черный комплект. То есть черный бюстгальтер и черные трусики. И такой комплект вам подойдет под любую черную одежду или под одежду темных цветов. Далее. Нужно обязательно иметь как бы классический комплект бежевого цвета. Такой комплект подойдет под любую светлую одежду. А вот бюстгальтер белого цвета и трусики белого цвета, вот такой комплект иметь совсем не обязательно. Почему? А многие думают, что под белую одежду нужно обязательно надевать белый бюстгальтер и белые трусики, под белые брючки, допустим. Девчонки, это ошибочное мнение. Белые трусики очень сильно будут заметны под белыми брючками или под белыми шортиками. Поэтому для белой одежды лучше всего выбирать нижнее белье бежевого телесного цвета. Вот тогда оно будет незаметно. Если вы летом сейчас любите очень носить какие-то открытые топы, майки-борцовки, майки с американской проймой, по-моему, так их называют, то, пожалуйста, не надевайте бюстгальтер, чтобы у вас торчали бретельки из-под такой майки. Это очень некрасиво. Хотя, наверное, вы наблюдаете, что так ходят все. Но, поверьте, это некрасиво. Надевайте бюстгальтер без бретелек, чтобы его было под такой майкой совсем невинно и незаметно. И старайтесь, конечно, постарайтесь не использовать силиконовые бретельки для бюстгальтера. Это не очень-то красиво. Конечно, если есть проблема, когда нужно поддержать грудь, но чтобы бретелек не было видно, тогда, да, есть, конечно, какие-то, может быть, исключения, когда мы можем применить силиконовые бретельки. А так, в принципе, постарайтесь, постарайтесь по возможности их не использовать. В своем гардеробе вы должны иметь бюстгальтеров как бы меньше, а трусиков, естественно, побольше. То есть на один бюстгальтер вы должны иметь примерно трое, ну или четверо трусиков, которые к этому бюстгальтеру хорошо очень подходят, которые хорошо комбинируются с этим бюстгальтером. Я знаю по себе, что нижнее белье очень влияет на настроение. Если вы, допустим, утром проснулись, и у вас немножечко не хватает энергии, не хватает как-то настроения, что ли, какого-то, то я вам советую надеть какое-то яркое нижнее белье, и вы сразу почувствуете прилив сил, бодрости и энергии. Но если вы проснулись с утра немножко взволнованы, и вам предстоит в течение дня какое-то ответственное дело, или сдача отчета, допустим, да, или экзамены какие-то, или какая-то вообще такая очень важная, деловая, серьезная встреча, то здесь я вам советую надеть белье хлопковое, неяркое, спокойной расцветки, ну, чтобы оно было удобное. Ну, и в своем арсенале любая дама любого возраста практически должна иметь хорошее, красивое, дорогое белье, сексуальное. Вот таких комплектов может быть даже несколько. Ведь поймите, девчонки, мужчину не привлекает в женщине абсолютно голое тело. Наше тело должно быть прикрыто. И прикрыто оно должно быть красивым, сексуальным бельем. Комплекты сексуального белья в основном, конечно, должны быть или черного цвета, это самый соблазнительный цвет для любого мужчины, или красного цвета. И обязательно с кружевами. И белье не должно иметь множество разных завязочек, каких-то там застежек. Такого белья мужчины пугаются. Оно не должно быть слишком сложным, это белье. Сексуальное белье обязательно должно быть качественным, красивым и желательно дорогим. И еще мой совет. Не выбирайте сексуальное белье розового цвета, коричневого, голубого, желтого цвета. Эти цвета мужчину совсем не привлекают. Девчонки, и запомните, та женщина, которая имеет в своем гардеробе сексуальное белье, никогда не узнает, что такое мужская измена. Девчонки, думайте с моей слова и возьмите себе это на вооружение. К нижнему белью, конечно, относятся не только трусики и бюстгальтер. К нижнему белью, конечно, относятся еще различные боди. Они могут быть и кружевные, из различной формы, из различного материала. Это могут быть корсеты, это могут быть какие-то пеньюары, которые, допустим, корректирующие белье, спортивное белье. Но на этом я не буду сегодня останавливаться более подробно. Что еще хочу сказать. Когда вы приходите в магазин покупать себе нижнее белье, я вас прошу, не слушайте консультантов, которые работают в этом магазине. Они не знают особенности вашей фигуры. Если вы обратитесь к консультанту за советом, то консультант очень часто просто будет предлагать вам то, что есть в продаже. Но оно может вам по факту совсем не подойти. Поэтому я всегда нижнее белье выбираю сама. И очень часто пользуюсь, конечно, интернет-магазинами. Потому что выбор там просто огромный. Такого выбора в обычном магазине нижнего белья, наверное, не найти. И я не боюсь заказывать нижнее белье в интернет-магазинах, потому что я точно знаю все свои размеры. Сейчас я покажу вам нижнее белье, которое я получила совсем недавно из интернет-магазина. И прежде чем я покажу это белье, я хочу вам еще вот о чем сказать. Дорогие мои девочки, не обязательно красивое белье должно быть дорогим. Сейчас столько много фирм, которые выпускают красивое белье, и оно совсем недорогое. Оно доступно любой из вас. Вы сегодня убедитесь на примере моего нового нижнего белья. Оно абсолютно недорогое, но оно мне очень-очень нравится. Итак, первые трусики фирма Визави. Наверное, так называются. Вот такой коробочки. Это трусики для повседневного ношения. Мне очень понравился фасон этих трусиков. Посмотрите. Вроде бы они совсем обычные, но мне понравилось оформление вот этой передней части. Посмотрите, как они, в общем-то, сшиты. Сшиты очень аккуратно. Небольшой бантик здесь имеется. Ничего нигде не жмёт, нигде ничего не давит. Сзади они вот такой обычной формы. И отделаны трусики небольшим кружевом. Ещё одни трусики, которые очень мне понравились. Фирма Инфинити. Трусики вот на такой вешалке продаются. И сейчас я поподробнее вам их покажу поближе. Очень мне понравилась расцветка. Яркие, красивые трусики в яркий цветочек и с кружевами. Размер я себе взяла XL на мой 46-й. И они прекрасно мне подошли. Это трусы боксёр. То есть форма называется боксёр. Очень оригинально смотрится. Очень оригинально и задорно, я бы сказала. Великолепное кружево. Очень хорошего качества. Сам материал очень приятный. Сидят на теле очень удобно и комфортно. Сзади трусики сшиты вот так. Посмотрите, очень красиво. Здесь небольшая кокетка как бы из такого же материала, что и спереди. И вот эта часть кружевная. Я приобрела комплект пелья тоже для повседневной носки. Это вот такой замечательный бюстгальтер. Я ношу размер 85B. Меня очень привлёк цвет. Я обожаю такой цвет. Камера, наверное, больше передаёт как голубой. На самом деле бюстгальтер бирюзового цвета. Небольшой эффект пуш-ап. Здесь внутри поролон. Внизу косточки. Очень хорошо сшит бюстгальтер. Очень красивое кружево. Тоже бирюзового цвета. Впереди розовый бантик. Очень милый. Бретельки. Бретельки у бюстгальтера спереди не отстёгиваются. Отстёгиваются. Сзади тоже не отстёгиваются, но регулируются по длине. Застёжка вот такая, двойная. Марка та же самая, Infinity. И к этому бюстгальтеру я ещё приобрела трусики. Сейчас я вам покажу. И вот такие трусики, которые идут тоже на вешалке. Той же самой фирмы. И эти трусики очень составляют симпатичный комплект на каждый день. Трусики выглядят вот так. Размер XL я себе взяла. Очень приятно сидят на теле. Вот в этом месте трусики абсолютно прозрачные. И идёт красивая комбинация кружев с прозрачной тканью. Розовый бантик, так же как на бюстгальтере. И посмотрим с обратной стороны. С обратной стороны сшиты трусики вот так. То есть здесь кружево, прозрачное кружево. Трусики очень удобные. И сейчас ещё вам покажу просто потрясающий комплект. Посмотрите, какой цвет. Ультрамаринового цвета бюстгальтер. И такого же цвета трусики. Сейчас я вам покажу тоже поподробнее. Очень оригинальный фасон. Эффект пуш-ап. И комбинация красивого ультрамаринового цвета с чёрными кружевами. Всё очень выполнено качественно. Очень тонкая работа. Очень оригинальная деталь отделки на бюстгальтере. Смотрится просто соблазнительно и сексуально. Здесь кружева. Всё очень хорошо сшито. Брительки отстёгиваются. Сзади тоже отстёгиваются. И регулируются по длине. Застёжка у бюстгальтера здесь вот такая. На крючочках. Очень мне понравился цвет. Конечно, цвет изумительный. Просто изумительный. Такого цвета нижнего белья у меня в моём гардеробе ещё не было. Но вот теперь будет. И сейчас покажу трусики. И вот такие трусики. Размер, который я приобрела. Размер L. Модель называется Аиша. Посмотрите тоже, какая великолепная работа. Какой задорный и веселый бантик здесь. Кружево. Посмотрите. Изумительное просто кружево, которое переходит на заднюю часть трусиков. Сшиты они очень хорошо и качественно. Нигде не торчат нитки. Ну и самая интересная. Пикантная деталь находится сзади на трусиках. Сейчас я вам покажу. Смотрите, как интересно. То есть вот эта деталь перекликается с оформлением на бюстгальтере. Очень оригинальная модель. Здесь кружево. Сплошное кружево здесь. Всё очень хорошо сделано. Очень хорошего качества. Причём всё бельё, которое я сегодня вам показала, своё новое бельё, оно абсолютно недорогое, но оно очень красивое и симпатичное. Я буду с удовольствием такое бельё носить. Дорогие дамы, пожалуйста, носите красивое бельё. Не берегите его, но когда его носить, как не сейчас? Пересмотрите весь гардероб. Приобретите себе новое, удобное, симпатичное, симпатичное, красивое, соблазнительное бельё. И тогда вы будете уверены в себе. У вас изменится осанка, у вас изменится походка. И повысится самооценка. Да? Дорогие девчонки, любите себя. Я вас всех люблю и целую. Всем пока-пока. С вами была ваша Татьяна. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!